дорогие друзья, и сегодня вновь о коронавирусе. современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и зож. подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ. даже если титр антител у переболевшего человека падает, то клетки памяти, то есть долго живущие b-лимфоциты обуславливают вторичный иммунный ответ. его отличия от первичного. первое. для синтеза антител нужны меньшие дозы вируса ковид-19. второе. продукция антител начинается быстрее. третье. синтезируются в основном иммуноглобулины джи. и четвертое. синтезированные антитела дольше сохраняются в организме. вывод. перед вакцинацией надо обязательно проверить титр антител. что касается люка монтанье, прославивавшийся тем, что он открыл ретро вирус спида, да, это вирусолог мирового уровня, лауреат Нобелевской премии. он печально вещает о том, что вакцинированные в течение двух лет погибнут антителозависимого цитолиза. ковид-19 это рнк содержащий вирус, то есть вирус, который в естественных условиях постоянно мутирует. варианты южноафриканский, индийский и т.д. поэтому большое количество вариантов коронавируса не есть повод для беспокойства. это естественная мутация вируса, который, проходя через организмы миллионы людей, постоянно претерпевает изменения. только в каком направлении? вакцинация лишь ограничивает беспорядочные мутации коронавируса. пример. израиль, где после планомерной вакцинации населения с декабря 2020 года резко снизилась заболеваемость ковид-19. вывод. люк монтанье и его высказывание, это псевдонаучная концепция. нас рассудит время. ведь коронавирус можно победить и карантинными мерами. но тогда человечеству надо сохранить строжайший локдаун на 4 года, то есть по 2023 год. лучше уж вакцинация.